Астрономия Да, на самом деле проще не скажешь. Астрономия – это наука, изучающая звезды. Ну, в сегодняшнем смысле мы можем сказать, что астрономия – это наука, изучающая космос. И скажите, пожалуйста, а как можно изучать космос? Как можно изучать астрономию? Какими инструментами? Как мы можем это делать и наблюдать? Можем смотреть в небо через телескоп, правильно? Да. Еще можем сами излетать, космос увидеть. Здорово. Спутники. То есть отправить спутник, который будет наблюдать и исследовать космос. Совершенно верно. Так. Я хочу просто сказать, что есть когда-нибудь, что придет телескоп, через который мы можем увидеть, что мы сможем смотреть через 200 лет. В будущее сможем смотреть. А кто же установит этот телескоп, который… Ну, это интересно. На самом деле, это интересная мысль для того, чтобы подумать. Итак, смотрите, друзья. Вот, что я пытаюсь вам сказать. На самом деле, исследователи Земли заинтересовались, как исследовать космос и придумали очень много действительно инструментов. Ну, вот, когда мы говорим про, допустим, отправиться в космос или отправить туда свой спутник, то он сможет узнать только ограниченное число. То есть он может долететь только до одной кометы, допустим. Или вылететь на орбиту одной планеты и там проводить исследования. А действительно, так широко рассматривать космос помогают нам телескопы, в том числе радиотелескопы. И представьте себе, мы, земляне, такие вот жители нашей планеты, собрали так много данных. А теперь, для того, чтобы все смогли увидеть эти данные и пользоваться, давайте придумаем с вами удобный инструмент. Вот данные у нас есть, мы их собрали. Мы знаем, что на таком-то расстоянии где-то там есть звезда, где-то есть галактика и прочее. Как бы нам теперь собрать это, чтобы использовать это? Что вы предложите? Пожалуйста. Извините, это я насчет того, что прошлого. Чем можно исследовать космос? Почему-то многие не ответили, что есть профессия космонавт. Это исследователи космоса. Все верно. Опять же-таки, космонавт, он зачастую проводит опыты на МКС, правильно? Нельзя космонавта взять на сегодняшний день технологии, нет, чтобы взять и запульнуть его куда-нибудь там на Юпитер или из галактики, чтобы он улетел. На сегодняшний день космонавты могут улетать максимум на Международной космической станции и работать. Хотя есть амбиции отправиться на Марс, конечно. Мы готовимся к этому. Люди станут первыми инопланетяниями на Марсе. И мы с вами станем этому свидетелями. Это здорово. Друзья, позвольте... Вот еще есть там вариант ответа, да? Да, пожалуйста. Открыть на Ютубе видеоканал. Хорошо. Можно открыть на Ютубе видеоканал, но нужен нам контент, правильно, на Ютубе, чтобы что-то там показывать. Так вот, смотрите, друзья. В нашем случае мы собрали и сделали из всех данных... Вот ответ как раз на мой вопрос. Из всех этих данных собрали трехмерную карту всей изученной Вселенной. Получилась такая виртуальная Вселенная. И сегодня этот инструмент я вам покажу. Мы используем эти технологии, чтобы показывать детям космос. И на основе этой трехмерной карты мы создали наше научное шоу. Сейчас я вам продемонстрирую, как мы окажемся внутри этой виртуальной программы. И сможем виртуально путешествовать по космосу. В космос хотите отправиться? Друзья, вот мы сейчас с вами это сможем как раз и сделать. Есть у нас вот такой космический корабль. Я буду капитаном этого корабля. А капитан на корабле, он обычно где стоит? Ну не то, что спереди, он стоит за штурвалом. Верно? В нашем случае мой штурвал, друзья, помогает мне оказаться где угодно, потому что это такой вот беспроводной джойстик. Но поверьте мне, он мне нужен именно для того, чтобы управлять. То есть у нас, смотрите, есть карта. Мы внутри этой карты сейчас будем путешествовать и сами управлять. Не просто смотреть ролики с Ютуба, а сами сможем оказаться где угодно. Удобный инструмент? Ну вот, допустим, я сейчас немножечко прокачусь, чтобы показать вам мой космический корабль со всех сторон. Вот такой он красивый. Вот, посмотрите, здесь значок нашего научного шоу. И корабль наш называется «Астра». Мы взяли за основу этого корабля «Буран», шаттл «Буран», который в Советском Союзе был изготовлен. И даже один виток вокруг Земли он совершил беспилотно. И сейчас стоит, как памятник, стоит там на Байконуре. Вот в данном случае это наш космический корабль. Мы отправимся на нем в путешествие. Вы мне уже ответили, что хотите отправиться в космос. Друзья, ну скажите, мы ведь не можем с вами отправиться в космос в вашей обычной одежде, правда? Нам понадобятся специальные костюмы. Как называются костюмы космонавтов? Точно, скафандры. Давайте наденем скафандры, поиграем в игру с вами. Вот как раз взбодримся немножко. Так, все встаньте, пожалуйста, со своих мест. Повторяйте слова и движения вместе со мной. Сапоги, сапоги, скафандр, застегнули, застегнули, шлем, перчатки. Запомнили? Теперь делаем все вместе и слова и движения вместе повторяем. Сапоги, сапоги, скафандр, застегнули, застегнули, шлем, перчатки. Так, неплохо, друзья. Но космонавт должен уметь очень быстро наряжаться в скафандр. Давайте попробуем сделать это в 10 раз быстрее. Справитесь? Готовы? Сапоги, сапоги, скафандр, застегнули, застегнули, шлем, перчатки. Разбивайте? Да. А давайте попробуем сделать это в 100 раз быстрее. Сможете? Да. И сапоги, сапоги, скафандр, застегнули, шлем, перчатки. Ого, неплохо, друзья. А теперь давайте попробуем, сейчас повеселимся с вами. Мы начнем очень медленно, со скоростью черепахи и закончим очень быстро. Хорошо? Сапоги. Сапоги, скафандр, застегнули, шлем, перчатки. Молодцы, здорово. Ну, разогрелись, садитесь на свои места. Друзья, мы готовы к тому, чтобы отправиться. Вот сейчас мы окажемся как раз на борту нашего космического корабля, чтобы, друзья, отправиться в космос. Так, ну что ж, команда моя готова, я тоже готов. Только еще один важный момент, друзья. Для того, чтобы запустить наши ракетные двигатели, каждый раз, когда я буду говорить «команда Астро», слово «Астро» будем кричать все вместе. Договорились? Сейчас проэпетируем. Команда Астро. Отлично. Вопрос какой-то? Это виртуальная карта. То есть это, да, сам контент для изучения космоса. Настоящего, самое главное. Достоверные данные, занесенные в трехмерную модель. Здесь можно долететь до Марса, безусловно, да. Можем облететь вокруг Марса. Ну, то есть тебе важно что, поломку увидеть или увидеть сам Марс? Долететь до Марса можно без проблем. Да, пожалуйста. А там можно на другие галактики улететь? Можно. Друзья, давайте вот как. Мы сейчас отправимся по моему маршруту. Я подготовил для вас маршрут для исследования космоса. А после этого вы зададите свои вопросы. Договорились? Да. Отлично. Итак, друзья, мы готовы к старту. Ну что ж, взлетаем. Команда. 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 И полетели. Мы с вами поднимемся на нашем космическом корабле. Так, вот окажемся выше облаков и теперь, вот, друзья, посмотрите, мы уже с вами оказались в космосе. Сейчас еще чуть дальше отлетим, чтобы увидеть нашу планету со стороны. Итак, мы с вами, друзья, посмотрите, оказались в космосе и через наш иллюминатор наблюдаем как раз нашу планету. Друзья, а теперь скажите, пожалуйста, нам нужен план. Мы вот исследовать собираемся космос. А что можно исследовать в космосе? Вот тут помогите мне, пожалуйста. Вот, смотрите, сейчас я просто, я скорректирую свой вопрос. Мы хотим, давайте исследуем то, те объекты, которые вообще в космосе есть. То есть не Марс будем исследовать, а, допустим, в целом планеты. Понятно? То есть обобщим сразу, что, из чего космос, собственно, состоит. Пожалуйста. Он состоит в основном из звезд и планет. Звезды. Выходи, пожалуйста, можешь нам помочь? Сейчас запишешь нам, пожалуйста, из чего, что еще есть в космосе. Что? Пульсары. Так, ну пульсары это интересный, конечно, объект. Ты нам покажи, запиши, звезды. Так. Малые тела, астероиды. Так. Выходи, пожалуйста, сейчас запишешь как раз их. Итак, мы сейчас здесь запишем звезды, астероиды. Что еще есть в космосе? Кометы. Точно, выходи, пойдем. Так. Космический мусор. Во-первых, надо понимать, что такое космический мусор. Неужели кто-то мусорит там в космосе? Ну, на самом деле, если только человек, да, с запусками своих... Мусор записывать не будем точно. Пожалуйста. Это звезды. Ну, звезды в таком случае, да? Это процесс жизни звезд. Да, прошу прощения. Черная дыра. О, отлично, пойдем, пожалуйста. Так. Пойдем. Сейчас мы... Спутники, пойдем, пожалуйста, выходи. Еще ученые считают, что существует белая дыра. Ну, вот. Мы сегодня не говорим про гипотезы. Мы говорим про то, что мы точно знаем. Это то, что в космосе есть. И это можно подлететь и увидеть, допустим. Так. Млечный путь — это галактика, правильно? Это скопление звезд. Поэтому, ну, мы в данном случае... Да. Метеориты. Метеориты, смотрите, метеориты, друзья. Все, кто написали, спасибо большое, возвращайтесь на свои места. Мы сейчас проверим, что мы там написали. Сейчас, подождите секунду. Я только отреагирую на метеориты. Метеориты, друзья, это профессия астероидов. Когда астероид врезается в планету нашу, и он долетел до Земли, он стал метеорит. Пока он летит, если он сгорел в атмосфере, он стал метеорит. А если остался только след, то это называется метеор. А пока он в космосе... Надеюсь, это не я. Пока он в космосе, друзья, он называется астероид, мы их записали. Поэтому классно, спасибо за версию. Так, я посмотрю, что мы здесь записали с вами. Я надеялся, что вам будет видно, но мне, видимо, придется все озвучить здесь. Итак, звезды, астероиды, вот их как раз с метеоритами вместе записали, кометы, черные дыры, спутники, планеты, галактики. Так, ну, по-моему, хороший список для того, чтобы исследовать. Так, сейчас, секунду. Еще созвездия. Да, созвездия. Мы с Земли как раз как астрономы можем наблюдать. Это несколько звезд, которые мы увидели как рисунок, правильно? Поэтому единица – это звезда, мы их записали уже. Мне кажется, у нас хороший список для того, чтобы исследовать. Давайте исследуем это, согласны? Вопрос какой-то? Мы просто, хочется к исследованию перейти уже, ага. Кротовые норы. А, не кротовые дыры, а кротовые норы, да? Да, это интересная гипотеза на самом деле. Хотя мы, действительно, мы строим теории по поводу того, как можно использовать и исследовать космос. Итак, хороший список. Кто согласен исследовать эти объекты? Друзья, на самом деле здесь… Все, спасибо большое, классно. Здесь не хватает одного еще очень важного элемента, которого в космосе, на самом деле, по объему больше всего. Что находится между нами с вами сейчас? Чем заполнена эта комната? Воздухом? Воздухом? Да, да. Пространство. Пространство, совершенно верно. Оно чем заполнено? Чем заполнено пространство? Атмосфера, которая заполнена кислородом. В том числе и кислородом. В целом, весь этот газ называется воздух, правильно? Космос – очень парадоксальная фраза. Космос заполнен пустотой. Очень странно звучит, правда? Казалось бы, заполнен, но с другой стороны – пустотой. Вот это слово, о котором мы сейчас разберемся. Я специально подготовил несколько опытов, и вы поймете, что я имею в виду. Но слово, которое я хочу, чтобы вы узнали, называется вакуум. Сейчас я своим корявым почерком напишу. Вакуум. Две буквы «у». Да, я слышал, ребята, некоторые отвечали, что вакуумом заполнен космос. Друзья, как же это понять, что космос заполнен пустотой? Мне для этого понадобится два помощника. Так, я напомню, я приглашаю ребят, которые красиво сидят на месте, аккуратно поднимают руку. Или, если таких не будет, то я попрошу модераторов, чтобы они разглядели. Выбирает модератор. Ну, все отлично. Так будет справедливо, на самом деле. Скорее, пожалуйста, выходите, всех, кого пригласили, выходите сюда ко мне. Напомню, мы постараемся сейчас разобраться с тем, как можно понять фразу «космос заполнен пустотой». Как тебя зовут? Данил и Камила. Данил, ты, пожалуйста, постой здесь пока, ладно, мы с Камилой начнем. Камил, смотри, для тебя очень важная задача. Есть у меня такая вот банка, и есть вот такая космическая жижа. Ну, вода на самом деле. Ну, чем не космическая, на самом деле, и жидкая же, правда? У тебя задача очень важная, нужно сделать банку полной. Сможешь это сделать? Все, мы сейчас посмотрим. Ребята, следите внимательно, чтобы банка наша наполнилась, хорошо? Когда вот, Камил, посчитаешь, что банка уже заполнена, то остановись. Так, мы наполняем банку. Так, скажите, друзья, банка наша полная? Ну, вы прям пессимисты все. Ну, посмотрите, тут совсем немножечко... Так, все. Банка полная сейчас? Да. Чем заполнена банка? Пополна. Молодцы, поаплодируйте Камиле, пожалуйста. Спасибо большое. Останься здесь, Камил, ладно, пока. А для тебя задача, Данил, намного сложнее. Тебе нужно попробовать сделать банку пустой. Для этого тебе вот понадобится ведро. Так, теперь нужно опустошить банку, сделать банку пустой. Так, поставь на стол, пожалуйста. А я у ребят спрошу, ребят, скажите, пожалуйста, сейчас наша банка пустая? Нет. Нет, она заполнена до самых краев. Чем заполнена банка сейчас? Нет, друзья, она заполнена воздухом. Так вот, если бы мы сделали вдруг такой же эксперимент в открытом космосе, то внутри банки было бы пусто, правильно? Ни одной частицы не было бы там. Согласны? Это и есть вакуум. То есть пространство большое, но внутри ничего нет. Это и означает вакуум. Понятно? Спасибо. Поаплодируйте теперь всем моим помощникам. Возвращайтесь на место. Разобрались с вакуумом? Его больше всего. Он между всеми объектами заполняет весь космос. Вакуум. А теперь, друзья, я предлагаю перейти к исследованию самых маленьких объектов. Что из этого здесь самое маленькое? Звезды. Так может показаться, на самом деле. Сейчас, подождите, друзья. Позвольте мне сказать, хорошо? Может показаться, что звезды маленькие. Потому что мы их видим такими точками на небе, правда? Но на самом деле звезды очень большие. Просто находятся очень-очень далеко от нас. Если мы приблизим к звездам, мы увидим, что они гигантские в сравнении с нами, с нашей планетой. На самом деле звезды – это самые крупные объекты в космосе. Даже черные дыры, которые образовывались из звезд, черная дыра не может быть больше, чем та звезда, из которой она образовалась. Понятно? Поэтому звезды самые крупные. Вообще, в космосе очень можно просто так сказать, что в космосе есть только звезды и все, что вокруг звезд. Поэтому звезды крупные. Что же самое маленькое? Метеоры. Так, ну вот опять же таки, мы уже разобрались с вами, что метеор – это профессия, а сам объект – это астероид. Так, астероиды. А еще что маленькое здесь есть? О, нет. Ну, Луна, допустим, крупнее, чем астероид, верно? Кометы. Точно, и кометы. Вот я здесь тоже точку поставлю. Давайте исследуем с вами, что такое астероиды и кометы. Отправимся для начала в то место, где живут астероиды. Готовы? Да. Место, где живут астероиды, легко запомнить. Оно так и называется – пояс астероидов. Полетели? Команда. Астероиды. Давайте взглянем. Это место, на самом деле, находится между орбитами Марса и Юпитера. Вот видите, Солнце. Посередине вот наша Солнечная система. Дальше есть такие колечки белые, замечаете их? Это орбиты планет. А вот здесь, посмотрите, как много места без орбит. Между орбитами Марса и Юпитера. Это и есть пояс астероидов. Давайте приблизимся к одному из них и посмотрим, разглядим, на что похожи астероиды. Друзья, на что похожи астероиды? На что? Астероиды, друзья, похожи на камни, да? Я услышал. На яйцо, вы сказали, похожи. Ну, с определенного расстояния что угодно, можно сказать, похожи на яйцо. И, может быть, я тоже. Но в большей степени похожи на камень, правда? Астероиды, действительно, это такие гигантские камни в космосе. А теперь давайте взглянем на кометы. Вот камни, у меня есть парочка камней. Это земного происхождения, конечно, камни. Но так, чтобы мы с вами просто запомнили, что астероиды – это камни, поэтому пусть они полежат здесь. А вот это что за объект, друзья? Разве? Это, друзья, кометы. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, мои дорогие исследователи, чем кометы отличаются от астероидов? Что есть у кометы, чего нет у астероида? Кометы, у них есть хвост, который сжигается при… Ну, то есть это астероид, но он сжигается при просечении космоса. Так, спасибо. Еще кого-нибудь давайте послушаем. Потому что в космосе все двигается медленно, а это быстро двигается. Ну, на самом деле, некоторые астероиды летят с той же скоростью, что и кометы. Поэтому скорость тут не главная, да. Про хвост я услышал. Это верно, действительно. Да, пожалуйста. Кометы, например, комета Гали, она не меняет свой курс. То есть каждые, если не ошибаюсь, 76-75 лет она пролетает мимо Земли. А астероиды у них нет какого-либо курса. То есть они просто бессмысленно болтаются в космосе. В данном случае не соглашусь с тобой. Наоборот, смотрите, астероиды, если мы будем исследовать это, вы точно поймете. Астероиды, они находятся в поясе астероидов и вращаются вот в этом поясе. А кометы, именно потому что они тают, поэтому, друзья, их путешествие всегда с орбиты, их всегда постоянно меняется. Итак, друзья, смотрите, я самое главное услышал от вас. Кометы отличаются от астероидов внешне тем, что у комет есть хвост. Верно? А откуда берется этот хвост? Сейчас мы с этим разберемся. Смотрите, друзья, скажите, пожалуйста, что самое горячее в нашей Солнечной системе? Солнце. В нашей Солнечной системе только одна звезда, правильно? Это Солнце, верно. Солнце самое горячее. А сам космос горячий или холодный? Сам космос холодный. Ну, в знак холода я просто нарисую снежинку. Хорошо? Похожа на снежинку? Нет. Еще одну палочку добавьте. Ну ладно, все, снежинка. Итак, смотрите, это такая у нас шкала будет. Здесь, значит, около Солнца жарко, но чем дальше от Солнца, тем становятся... Молодцы. Итак, смотрите, друзья. Дело в том, что кометы и астероиды родились в одно и то же время. Они ровесники, но в разных местах. Астероиды, друзья, родились там, где очень жарко. Они родились близко от Солнца. Здесь так жарко, что жидкости и газы испарились, и остались только твердые камни, сухие камни. Понятно? А кометы, друзья, родились так далеко от Солнца, и здесь очень холодно. Так, здесь у нас будут астероиды, а здесь кометы. Так вот, кометы так далеко от Солнца родились, и там очень холодно. Настолько холодно, что жидкости и газы тоже замерзли и превратились в лед. Так вот, комета – это не просто камень, а камень и льдышка вместе. И когда комета там у себя находится далеко от Солнца, то она выглядит точно так же, как астероид. Вы не отличите их. Это и есть астероид. Но комета совершает свое путешествие вокруг Солнца. К Солнцу приближается. Тогда эти жидкости, тогда этот лед начинает разогреваться. И он как раз вырывается в виде хвоста. Понятно? Здорово. С этим разобрались, друзья. А теперь скажите мне, пожалуйста, мои дорогие исследователи, а в каком направлении летит эта комета? Вправо, влево, вверх, вниз? Покажите рукой, чтобы я просто понял, куда летит она. Так, попались. Все, спасибо большое. Вы все попались. На самом деле, правильнее ответить, мы понятия не имеем, куда летит эта комета. Но вы, друзья, подумали, скорее всего, вам хвост, наверное, вы использовали как подсказку. Вы подумали, что раз хвост с этой стороны, то летит, наверное, она туда. Верно? У меня для того, чтобы... Я придумал интересный опыт, и есть у меня помощница уже в моем шоу, которая нам поможет. Ее зовут Комета Ивановна, вот она такая шикарная красотка. И понадобится еще пару помощников из зала. Напомню, мы сейчас разберемся, как хвост влияет вообще на... Откуда их? Два-два, вот мне достаточно будет. Как зовут тебя? Тимур. Тимур и Амина. Так, смотрите. Амин, ты будешь у нас держать комету Ивановну. Держи тебе ее, пожалуйста. Тимур, а ты здесь... Мы здесь в целом будем делать весь опыт. Видно вам? А тебе, Тимур, я вручаю вот фен. Сейчас объясню, почему фен. Смотрите, вы, наверное, слышали такой термин «солнечный ветер». Слышали? Ну, солнце, на самом деле, оно вот во все стороны испускает энергию в виде тепла и света. И вот эта энергия, она как бы толкает точно так же, как ветер. Она направлена от солнца во все стороны. Поэтому мы сейчас будем этим имитировать солнечный ветер. Понятно? А ты вместе с кометой Ивановной, твоя задача вот так взять и подлететь к нашему Солнцу. Хорошо? Твоя задача, Тимур. Тебе нужно четко прицелиться не в Амину, а в комету Ивановну. Хорошо? Ребята, самое главное в этом опыте вы. Поэтому мне нужно ваше внимание. Не отвлекайтесь. Ваша задача посмотреть, как будет вести себя хвост кометы Ивановны. Куда он будет направлен. Справитесь? Так, ну что ж, полетели. Итак, ты-то не подходи, она сама подлетит. И так, отлично, выключаем. Сейчас, подождите. Итак, когда наша комета приближалась, лицо у нее спереди, а хвост находился где? Да, за кометой Ивановной. Он находился сзади. Теперь смотрите. То есть, когда наша комета летит к Солнцу, хвост у нее находится сзади. А теперь наша комета Ивановна передумала и решила лететь наоборот, в обратную сторону. Она развернулась и будет улетать. Сейчас посмотрим, как поведет себя хвост. Готовы? Так, все то же самое, только в обратном направлении. И полетели. Прицелиться нужно хорошенько. Так. Заметили? Да. Где теперь хвост кометы Ивановны? Спереди. Спереди. Впереди сначала летит хвост кометы Ивановны, а потом сама комета Ивановна. Разобрались? Поаплодируйте моим помощникам, пожалуйста. Итак, смотрите. Я думаю, что вы догадались. На самом деле, хвост не показывает, куда летит комета. Хвост показывает только с какой стороны Солнце. Правильно? Давайте посмотрим сейчас, чтобы закрепить это. Давайте посмотрим, как все вращается в Солнечной системе вокруг Солнца, собственно. Так, взглянем. Здесь мы увидим Солнце. Вот планеты. Полетели. Видите их? И, друзья, здесь же еще и кометы. Вот, допустим, две кометы. Видно вам их? Кометы летят как бы вокруг Солнца. Но их хвост, друзья, направлен от Солнца. Видно вам это? Вот, допустим, наша комета улетает сейчас хвостом вперед. Сначала хвост летит, а потом сама комета. Так же и здесь. Видите? Комета улетает вокруг Солнца хвостом вперед. Разобрались с этим? Кто понял, поаплодируйте, пожалуйста, чтобы я... Вот, супер, отлично. Так, ну что ж, мы тем временем с вами, друзья, исследовали кометы и астероиды. Так. А теперь, друзья, я предлагаю посмотреть с вами на то, как... Вообще исследовать кометы и астероиды очень важно. Потому что кометы и астероиды содержат в себе информацию о далеком времени. Времени, когда образовалась наша Солнечная система. А вы знаете, как образовалась наша Солнечная система? Наша Солнечная система, нет, не из Большого Взрыва. Это Вселенная из Большого Взрыва. А про Солнечную систему. Да, пожалуйста. Можно, пожалуйста, сказать? Вот, когда мы будем изучать звезды, там вот вы же поставили Солнце и Снежинку. Они бывают и горячие, и холодные. И средней теплости. Так, ну, это интересная версия. Я бы над темой поговорил. Она сегодня не входит в тему выступления. Не бывает, на самом деле, холодных звезд, которые прям бы замораживали. Нет, все звезды излучают тепло, просто какие-то жарче, какие-то холоднее. Понятно? Там все наоборот. Там этот желтые – это холодные, а синие – горячие. Что они, что делают? Остужают Вселенную, вы имеете в виду? Нет. В любом случае, что теплее – вакуум или звезды? Звезды. Ну, вот, безусловно. Все. Так. Тяжело, хотя про вакуум так говорить, не знаю. Парадоксальный какой-то ответ. Да, пожалуйста. Вот есть. Вы спросили то, что… Да, подожди, прошу прощения, я напомню свой вопрос. Знаете ли вы, как образовалась солнечная система? Очень сначала было облако, газо и пыли. Потом… Можно я расскажу? Все классно, я понял, что ты знаешь. У меня просто опыт есть. Ладно, Ярослав, можно я расскажу? Итак, друзья, я подготовил для вас. Здесь у меня будет еще один сюрприз. Здесь я покажу вам опыт на моем столе. Вот, видно вам? Итак, друзья, я хочу… На самом деле, хочу сказать, что свидетелей того, как образовалась солнечная система, нет. Но мы зато, люди, наблюдаем за рождениями других, образований других планетарных систем. И поэтому находим что-то общее. И исследуем таким образом. Поэтому я вам покажу одну из версий на очень простом примере. Только для того, чтобы вы заинтересовались, и у вас в голове появились новые вопросы. Хотите? Итак, друзья, наше Солнце, все планеты, спутники, астероиды, кометы, все-все-все, что есть сегодня в нашей Солнечной системе, и даже то, из чего образовались мы, все это изначально образовалось из газополевого облака частиц. Этих частиц было очень-очень много, они были меньше, чем эта проса, и вот просто находились они в космосе. Не было центра, не было вращения вокруг друг дружки, но было некое движение в данном случае. На протяжении долгих лет существовало это облако частиц. Со временем под действием силы гравитации и электромагнитных сил эти частички сталкивались, притягивали друг дружку, объединялись, и появились более крупные частицы. Я в данном случае добавлю горох, чтобы нам было видно, что уже не только мелкие, но еще чуть более крупные. Видно вам? Потом, друзья, в один момент объединение этих частиц, на самом деле мы не знаем, что поспособствовало именно в нашей Солнечной системе этому объединению, но в одном месте образовалось настолько крупное объединение частиц, что этот центр, друзья, заставил все объекты вращаться вокруг. Так появился центр Солнечной системы. А что сегодня является центром Солнечной системы? Да, ну и у нас тоже, друзья, здесь появляется такое вот солнышко. А здесь, вокруг, в данном случае, этого центра, образовались более крупные частицы. Это такие бабушки и дедушки всех планет. Называются они планеты Зимали или протопланеты, то есть то, из чего образовались планетки. И вот здесь я их так тоже разбросаю. Их было намного больше сотни. Они были маленькими, сталкивались между собой, объединяли то, из чего они сами состояли, и укрупнялись. Те объекты, которые не стали планетами, в планеты они никак не попали, они в данном случае стали спутниками и стали вращаться вокруг планет. Вот так, друзья, на очень простом примере я вам рассказал одну из версий образования нашей Солнечной системы. Понравилось вам? Я бы вам хотел еще и показать то, во что сегодня превратилась Солнечная система. Давайте взглянем и немножечко с вами отправимся в такое интересное путешествие. Мы прямо покинем с вами Солнечную систему сейчас и окажемся в большом космосе. Полетели? Итак, смотрите, вот Солнечную систему мы теперь в данном случае знаем. Полетели дальше. Мы посмотрим с вами, пролетаем через пояс астероидов. Еще дальше. Вот здесь у нас находится пояс Койпера. Вот странная орбита Плутона. Полетели еще дальше. И сейчас, друзья, мы с вами отлетели так далеко, что Солнце для нас стало такой же звездой, как и все остальные звезды. Мы оказались в межзвездном пространстве. Немножечко давайте прогуляемся здесь. Пролетим вот так как красиво сквозь звезды, друзья. Смотрите, это та самая картина, которую увидел в своем сне Джордана Бруно. Знаете такого? Вот, он тогда понял, что звезды это не нанесенные на сферу такие лампочки или гвоздики. А он понял, что мир существует вот таким. И все звезды это Солнце для других миров. Вот мы путешествуем через эти звезды. Давайте приблизимся к какой-нибудь из них. Хотите посмотреть? Давайте подлетим к какой-нибудь наугад звездочке. Так, и я немножечко еще поближе подлечу, чтобы мы увидели, какая она красотка, как она выглядит в нашей программе. Вот такая красивая звезда, какая-то другая звезда, не Солнце. Но вот тоже мы можем увидеть, что они гигантские. Вот данные с них можно получить большие. Это, друзья, дуга энергии, которая выбилась из звезды, но благодаря гравитации звезды она обратно ее подтянула, и образовалась такая дуга. Понятно? Смотрите, материя выбилась, как лучом вот так. Но из-за того, что звезда сама притягивает все, ей пришлось вернуться. Поэтому образовалась вот такая дуга. Итак, друзья, что такое звезды и как они живут? Процесс жизни звезды – это термоядерная реакция, где топливом чаще всего является газ-водород. Как могут умереть звезды теперь? Давайте вот об этом поговорим. Как живут звезды, мы знаем. Как они рождаются, мы тоже посмотрели. Как они могут умереть? Звезды питаются... Они умирают, когда поедают весь углевод, и они взрываются. Так, звезды могут взорваться. Так. Когда запас водорода кончается, они увеличат свой размер в тысячи раз и выбрасывают свою энергию колоссальным количеством. Совершенно верно. Так образуются сверхновые. Так. Они разжимаются до размера большого гиганта, а потом сжимаются. Все в данном случае описывают вот этот красивый взрыв, да? А еще звезды могут просто... Следующие, кстати, они могут просто потухнуть, перегореть и превратиться в таком случае в коричневого карлика. Да, пожалуйста. Еще, когда у звезды заканчивается то, чем она питалась, она... То есть она взрывается и рождаются новые звезды. Да, образование сверхнового. Все, спасибо, друзья, большое. Смотрите, вот что мы поняли. Давай послушаем твой ответ. Они превращаются в черные дыры. Да, такое тоже может произойти. Совершенно верно. Мы сейчас к этому перейдем. Спасибо за ответы, друзья. Итак, смотрите. Грубо говоря, планеты, как они могут погибнуть? Они могут, ну, закончить свой процесс горения, перегореть, так можно сказать, или же взорваться. Только мы на Земле, нам принято считать, что слово взрыв, это когда все разлетается наружу, во все стороны, правильно? Этот такой взрыв называется эксплозия. Но в космосе, друзья, взрывы происходят наоборот. Взрывы происходят вовнутрь. Кто не понял, как такое может быть? Как это взрыв вовнутрь? Классно. Мы сейчас для этого как раз подготовил опыт, друзья. Мне здесь помощники не понадобятся. Потому что опыт с огнем. Опыт с огнем, я надеюсь, что у меня получится его провести. А от вас мне нужно внимание. Я хочу вам продемонстрировать, что же такое взрыв вовнутрь. Как это можно увидеть, как это можно понять, чтобы у вас образ... Хотите, я покажу? Спасибо. Надеюсь, вам будет меня слышно. Мне понадобится спиртовая горелка. Понадобится банка от газировки. Я наберу в нее немножечко воды. Так. Думаю, этого будет достаточно. И подожгу, собственно, горелку. Итак, что происходит? Значит, сейчас спиртовка наша горит. Внутри у нас находится вода. Что с водой происходит? Да, она сейчас нагревается. Перейдет потом в состояние пара. И мы здесь увидим, как стабильно отсюда... Как наша банка закипит, как чайник. И отсюда пойдет такой стабильный поток пара. Напомню, я это делаю не для того, чтобы вы что-то поняли про звезды, а для того, чтобы вы поняли, что такое взрыв вовнутрь. Ясно? Я вас с этим познакомлю. Также мне понадобятся щипцы. И здесь в миске у меня налита холодная вода. И вот что я сделаю. Когда наша банка закипит, я очень надеюсь, что все получится. Когда банка наша закипит, то я возьму банку и переверну, опущу ее в холодную воду. Вот что мы с вами, собственно, и увидим. И тогда поймем, что же такое взрыв вовнутрь. Видно вам пар? Вот я замечаю, что пар уже хорошенько здесь кипит. А сейчас, друзья, здесь полная тишина. И ваше внимание вот сюда на то, что мы с вами сейчас сделаем. Так, я дождусь, когда у нас стабильная здесь будет пар. Только аккуратно. Итак, тишина, друзья, и внимание. Я возьму банку, переверну и опущу ее в воду. Итак, друзья, вот и произошел у нас, собственно, хлопок и взрыв. Вот, посмотрите. Итак, друзья, наша банка, посмотрите, взорвалась. И взорвалась именно вовнутрь. Видно вам, во что превратилась наша банка? Я сейчас объясню, как это произошло, друзья. Да, отвечу на вопрос. Этот опыт можно произвести дома на газовой плите. Только, пожалуйста, сделайте это, соблюдая технику безопасности вместе со своими молодцами. Итак, друзья, что же такое, что же случилось с нашей банкой? Как это произошло? Итак, вначале мы вскипятили воду. Пары воды, друзья, заполнили все пространство внутри банки. И пар занимает намного больше места, чем вода в жидком виде. Правильно? Потом, когда у нас пар разогрелся, мы банку перевернули, опустили в холодную воду. В этот момент наш пар сконденсировался, то есть вернулся обратно в жидкое состояние. И тогда у нас действительно не хватило давления, и наша банка вся сплюснулась вовнутрь. То есть произошел взрыв, но не наружу, а вовнутрь. Понятно? Такое явление, друзья, называется имплозия. Повторим. Имплозия. Это взрыв вовнутрь. Вот теперь мы, когда мы поняли, что такое взрыв вовнутрь, теперь давайте посмотрим на то, как взрывается звезда. Звезда обрушивается сама на себя, при этом становится намного плотнее, и в объеме тоже уменьшается. Давайте взглянем. Я знаю одну звездочку, которая вот-вот должна взорваться. Ну вот и звезды, друзья, такое тяжелое название, оно цифрами написано, видите? Что-то 36, там, 51. Вот, посмотрите, вот была звезда, вот эта вся оболочка, которая слетела с нее, и внутри, вот видите, свечащийся шарик. Это образовалась новая звезда. Она, да, сверх- или гиперновая, или суперновая. Мы не знаем, сколько раз она взрывалась. И образовалась действительно новая звезда. Эта звезда стала намного... Ну, эта звезда очень плотная. То есть, в момент обрушения вовнутрь, она стала очень-очень плотной. Понятно? Так, ну что ж, друзья, мы с вами уже посмотрели, как живут и рождаются звезды. А бывают звезды настолько массивными и большими, что когда они обрушиваются сами на себя, они не остаются в пространстве, а делают дырку в пространстве. Что тогда получается? Совершенно верно. Тогда образуется черная дыра. Она происходит... Черная дыра не появляется сама по себе. Черная дыра – это процесс смерти сверх-массивной звезды. Понятно? Настолько сильно она упала сама на себя. Представьте себе, что наша банка бы... Вот она же сплюзнулась, меньше стала. А представьте, она бы настолько обрушивалась, что просто бух и пропала бы отсюда, а еще и дырка образовалась. Вот так образуются черные дыры. Хотите посмотреть на черную дыру в нашей программе? Ну, на самом деле, это очень просто. Я могу сказать вам, допустим, посмотрите... Вот, допустим, посмотрите вот сюда. Куда-нибудь. В любое место. Вот вам черная дыра. Она черная, мы ее не увидим, верно? Почему вы видите сейчас меня? Вот с вами поговорим. Почему вы меня сейчас видите? Сейчас, вот нам модераторы сейчас помогут получить ваши ответы. Мальчишки, вот, пожалуйста. Вот микрофон для вас. Почему вы видите меня сейчас? Потому что вы живой объект, от вас отражается свет, и мы его видим, и мозг воспоминает вас как предмет или объект. Классно, это очень приятно. Да, еще один ответ послушаем. Поддерживаю эту же версию, только этот свет могу сказать, что называется фотонами. Фотоны света падают на любой массивный объект во Вселенной, и они отражаются, и человек может его увидеть. А черная дыра, ее сила настолько огромна, что она может поглощать фотоны, и поэтому ее не видно. Совершенно верно. Можно поаплодировать действительно такому развернутому ответу. Спасибо, молодец. И очень дипломатично. Друзья, смотрите. Действительно, вы видите меня, потому что свет до меня долетел, от меня отразился, и вы его глазом поймали, поэтому вы меня увидели. В этих самых фотонах, частичек света, во Вселенной бесконечное множество, они всюду. Но, когда они подлетают к черной дыре, и хотели бы, допустим, отразиться, и полететь куда-нибудь в другую сторону, они не отражаются, а падают вовнутрь. Понятно? И выбраться оттуда не могут. Ну что ж, поэтому уже сформировавшиеся черные дыры увидеть невозможно. Но зато мы можем увидеть такую черную дыру, которую еще не весь свет собрала от звезды. Посмотрим? Команда! Итак, взглянем, давайте, на такую черную дыру. Вот так она выглядит у нас в программе. Немножечко сейчас развернемся, под другим углом на нее посмотрим. Итак, да, друзья, вот здесь такая образовалась воронка. Это так вещество, которое было в звезде, потихоньку подтягивается вот в нашу черную дыру. А вот этот диск, он как раз может отражать свет, поэтому мы можем его наблюдать. Вообще черные дыры – это не гигантские пылесосы, которые ищут, чтобы им засосать. Они это, вот, если бы, смотрите, если бы наше Солнце вдруг превратилось бы в черную дыру, что бы произошло? На самом деле планеты точно так. Вот прямо сейчас, если бы мы вместо… Сделаем на секунду, допустим, или на минуту, поменяем Солнце на черную дыру. Вот сейчас щелкнули, и вместо Солнца сейчас черная дыра. На самом деле, если массы их одинаковые, масса Солнца и масса черной дыры, то мы ничего не почувствуем. Просто не будет свет от Солнца. А планеты точно так же будут вращаться вокруг. Не начнут вдруг все в нее затягиваться. Понятно? Если масса одинаковая, то и гравитация идентична. Она одинаковая. Изменений не произойдет. Так что вам не стоит опасаться черных дыр. Это одно из самых интересных, самых загадочных мест черной дыры. И мы о них очень мало знаем. Может быть, вы узнаете о них больше. Можно дополнить кое-что про черную дыру? Вот около какой-то черной дыры есть планета, которая вращается вокруг нее. И там представляется даже инопланетянина живот. Реально? Это интересный момент касаемый инопланетян, друзья. Я вам хочу сказать с позиции человека-исследователя. Хочу вам официально сказать, на сегодняшний день у нас нет ни единого доказательства цивилизованной формы жизни. Мы знаем о бактериях, которые могут находиться где-то. Если мы их можем считать инопланетянами, то да, мы таких допускаем. Но так, чтобы мы вступили в контакт, на сегодняшний день мы не знаем ни одного инопланетянина. Поэтому все это можно считать только фантазиями, сказками, не знаю, эффектами для того, чтобы вас запугать или еще что-то. Я просто знаю, в одном торговом центре лежат такие куклы. И все говорят про этих кукол, что это инопланетяне. Но не верьте, друзья, это не инопланетяне, они только для того, чтобы вы... Ну, совершенно верно, да. А можно там в черную дыру залететь? Друзья, мы не знаем... Эта программа, я напомню, она является копией того, что мы уже исследовали. Раз мы не знаем, что находится в черной дыре, то и в нашем случае в программе мы тоже этого сделать не сможем. Понятно? Мы пока еще не исследовали это. Так, я вижу, что у нас... Да, да. Друзья, у нас заканчивается время, нам самое время вернуться на Землю. Я вас с Земли забрал, помните? Мы все с вами смогли изучить и исследовать. Давайте вспомним и посмотрим, не отклонились ли мы от плана. Друзья, помогите мне, пожалуйста. Что мы с вами сегодня смогли узнать? Ну, и вот важно понять, было ли полезно, что мы узнали сегодня, что было для вас интересным и новым. Пожалуйста. Как звезды рождаются, как они умирают, и отличали комету от астероида. Астероида. Точно, спасибо. Да. Мы сегодня узнали, как образуются черные дыры, как происходит взрыв не вперед, то есть выходит и на это, а назад. Не наружу, а вовнутрь. Вовнутрь. Так, верно. Еще? Одним словом мы изучили космос. Хочется не одним словом просто, хочется понять, что же мы сегодня, что было для нас интересным, чтобы мы рассказывать могли потом об этом. Так. Мы изучили, что такое вакуум. Вакуум, точно. Что его больше всего, и он заполняет весь космос. Вакуум разобрались, черные дыры. Спутники планеты, это когда я вам показывал, как образовалась Солнечная система. Помните этот момент? А что будет, если человек попадет в черную дыру? Мы не знаем этого. Поэтому ты можешь стать первым, кто скажет, я хочу узнать, что произойдет. Может быть не сам, может быть найдешь какого-то человека, кто отправится в черную дыру. Друзья, ну что ж, мы сейчас заполнили баки вашими ответами, поэтому мы готовы вернуться на Землю. Итак, всем занять свои полетные места. Ремнями пристегнуться, пошире улыбнуться, и еще раз дружно, команда! Возвращаемся с вами на нашу любимую, родную планету, наш гигантский космический корабль, который продолжает свое путешествие в космосе. Друзья, самое главное, что сегодня я хотел вам рассказать, что мир и Вселенная удивительно интересна. И время, в котором мы с вами сегодня живем, очень много есть вещей, которые интересно исследовать. И наш проект, Реальная астрономия, наше шоу, оно как раз познакомит ребят с миром исследователей. Мы хотим, чтобы вы заинтересовались и открыли свои новые направления науки, задавали вопросы и находили на них ответы. Друзья, теперь поаплодируйте, как вам понравилось наше шоу! Спасибо большое! Спасибо большое!